Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. Смотрите сегодня в программе. Годовщина трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Но несмотря на это, администрация решила все-таки это событие отметить. Самоизоляция со вкусом. Десногорские школьники получают продуктовые наборы. В продуктовый набор входит 13 ингредиентов. Это крупы, сахар, консервы, сладости, даже есть шоколад. 26 апреля отмечается Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Трагическое событие произошло 34 года назад вблизи Припяти Киевской области. В Десногорске память об этой катастрофе почтили 24 апреля. Эпидемическая ситуация в мире и в Десногорске в частности продолжает вносить свои коррективы, сказываясь в том числе на привычных и важных городских мероприятиях. Одно из них – ежегодная дань памяти о Чернобыльской катастрофе. Вместо привычного митинга – минута молчания о трагедии и цветы, которые возложили глава Десногорска Андрей Шубин, его заместитель Александр Новиков и председатель организации по поддержке пострадавших от Чернобыльской катастрофы Тольят Мамедов. Чернобыльцы мне звонили, все просили, когда мы соберемся. Я им объяснил ситуацию, что в этом году этого не будет, торжественного митинга не будет посвящено. Но несмотря на это, администрация решила все-таки это событие отметить. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. 23 апреля в Десногорске началась выдача продуктовых наборов для школьников. Продукты предоставляются единовременно за период дистанционного обучения, которое на данный момент действует до 30 апреля. Провизию выдают детям, которые получают бесплатное питание в школах. Это дети с 1 по 4 классы, а также ученики с 5 по 11 классы из малообеспеченных семей. В общей сложности планируется выдать 1326 продуктовых набора. Согласно указу главы Десногорска, в продуктовый набор входит 13 ингредиентов. Это крупы, сахар, консервы, сладости, даже есть шоколад. Все согласно ГОСТу и действующим нормам САМПИНА. Например, в 4 школе таких наборов 370. Их выдают родителям с соблюдением всех санитарных норм, которые действуют в период неблагоприятной эпидемической обстановки. Введены дополнительные меры в виде приостановки допуска обучающихся и их родителей в образовательные учреждения. Поэтому выдача продуктовых наборов у нас организована через центральный вход и выход родителей через запасной выход. Выдача продуктового набора родителям или законным представителям ученика проходит в школах Десногорска 23, 24 и 27 апреля. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ Концы выпуска о погоде. 28 апреля в Десногорске облачно, без осадков. Температура днем плюс 13, ночью плюс 1. На этом выпуск завершен. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok